Павел Замятин живет в районе колесных рядов уже больше 30 лет. Мужчина рассказывает, что каждую весну они ждут с опасениями. В это время к ним приходит вода. Сначала подбирается к огороду, потом подступает под пол, в погреб. Сейчас во дворе сухо. Местные жители стараются не паниковать, но на уровень воды в Тоболе поглядывают. Мужчина рассказал, что сильное наводнение здесь было в 1994 году. Переживает он, чтобы такая картина не повторилась снова. Вещи, чемоданы, в подвале все поднимаем. Было такое, что и в доме все поднимали, на столы, на это. Ну и вот, я говорю, там вот, где мы с вами стоим, здесь было, на лодках плавали. Тут такие большие объемы воды. Но это, надеемся, что до этого не дойдет. Все старожилы говорят здесь, где-то во второй половине, ну, апреля вот так примерно приходят большие объемы воды. Ну, я не знаю, как сейчас будет. Конечно, все ждут этого, конечно, все это как переживают. Это же не так просто. Накануне в городском Акимате на аппаратном совещании сказали, что угроза подтопления сохраняется в этом районе, так как дома расположены близко к реке, и угроза подтопления высокая. Поэтому власти отметили, что, возможно, жителей 88 домов придется эвакуировать. Тем временем люди уже самостоятельно готовятся к возможному приходу большой воды. Все не поднимешь, ну, несколько сумок там поднимешь, там, честно, ценные вещи там. А в гараже, ну, что такое электротехники кончается, конечно, все поднимаем. А остальное ты все равно не спасешь. Это же годами тут все наживается оно. Тут об этом судить, знаешь, вот весь дом поднять, это же крыши не хватит. Табултургайской бассейновой инспекции рассказали, что сейчас сброс воды с водохранилищ производится каждые два часа, так как из-за интенсивного снеготаяния туда поступает большой объем воды. На сегодня верхнетобольское водохранилище заполнено на 70%, а Каратамарская на 53%. По их прогнозам, есть вероятность подтопления этого района. Хотелось бы довести информацию до жителей нашего региона, что местами, согласно информации коллег ЧС, Оперштаба, местами может быть наблюдаться подтопление. Именно колесные ряды, Красный Кузнец, дачные общества, все, что находится в плеймере Китобол, могут попадать под потенциальное подтопление. Но благо сейчас такой ситуации нету, и надеемся, что подтопление мы избежим. Просто будет стабильный сброс водных ресурсов. У нас водохранилищ и частичное поднятие уровня воды в реке Китобол без причинения ущерба населению. Пока же, по словам Сергея Мукашева, ситуации стабильные. За ситуацией на водохранилищах они следят внимательно. Виктор Ваташко, Алияда Смагомбетова, РТН.